МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакин. Сегодня в выпуске. ЧП на шахте Саранская. Четверо горняков погибли. Еще четверо находятся в больнице. Трое горняков погибли. Пятеро доставлено в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Итоги социально-экономического развития Балхаша за 9 месяцев. Предстоящий 80-летний юбилей города. Эти и другие вопросы обсудил первый заместитель Акима области Асобик Дюсюбаев в ходе рабочей поездки. История в деньгах. В Краевеческом музее открылась экспозиция частного коллекционера-нумизмата Сирика Мустафина. Выставка посвящена 20-летию национальной валюте. Тенге. Чрезвычайное происшествие на шахте Саранская. Четверо горняков погибли, четверо пострадали. Причины трагедии выясняют специалисты Министерства индустриального развития. Известно, что самому молодому погибшему шахтеру было 33 года. Он проработал на Саранской всего один месяц. Второй погибший два дня не дожил до своего дня рождения. Ему исполнилось бы 57 лет. У погибших остались дети и внуки. Трагедия произошла на глубине 700 метров. По предварительным данным, произошел обрыв подвесной дороги, по которой поднимали шахтеры. В результате ЧП трое погибли, пятеро госпитализированы. Звонок на службу спасения поступил в 14.45. На шахту сразу же выехали два оперативных отделения и реанимационно-противошоковые группы. Пострадавших эвакуировали сразу, а вот тела погибших вытаскивали почти до вечера. Из-за работы следственной группы. В Арселор Миттл Тимиртау назвать точную причину обрыва не смогли. К семьям погибших и пострадавших выехали представители компании. Им будет оказана вся необходимая помощь в соответствии с политикой компании. Руководство компании разделяет боль и выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших горняков. Состояние пострадавших оставляет желать лучшего. Они находятся в клинике имени Макожанова. Один из них получил травму головы. Его прооперировали. Провели операцию. Его состояние пока тяжелое. Еще один госпитализированный уже переведен в палату. Состояние остальных стабильное. Позже стало известно, что прооперированный пострадавший умер. Известно, что он 1966 года рождения. Известно, что погибшие шахтеры, жители Майкудука, расследованием ЧП заняла специальная комиссия из Астаны. Результаты будут объявлены на следующей неделе. В Асакаровском районе планируется строительство завода по производству высококачественной извести. Предприятие будет построено за счет бельгийской компании. Также в поселке Жарем будет построена обогатительная фабрика. На одни лишь геолого-разведочные работы будут потрачены 100 миллиардов тенге. Об этих и других планах в сфере промышленности рассказал руководитель управления Тулиген Игимбаев в областном Акимате. За 9 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал составил 215 миллиардов тенге. Это немного меньше, чем в прошлом году. Снижение объемов объясняется тем, что с 2011 по 2015 годы в регионе шла реализация крупных инвестиционных проектов корпорации «Казахмыс» и «Арселор Миттл Тимиртау». В настоящее время сложилась экономия бюджетных средств государственными учреждениями, а также снижение возможностей бизнеса в части доступа к заемным средствам, ввиду их удорожания и корректировки валютного курса. Как уже было ранее доложено на задание Акимата, в рамках подписывания с правительством меморандума индикатора, темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения был установлен на текущий год на уровне 115% к прошлому году. Отдельным направлением в части привлечения инвесторов является работа в рамках казахстанско-китайского сотрудничества. Планируется, что сумма иностранных инвестиций составит около 973 миллиардов тенге. Деньги будут вложены в строительство комплекса по переработке угля. Кроме того, в рамках инвестиционных контрактов, заключаемых с комитетом по инвестициям, инициаторами и проектами могут быть предоставлены преференции в виде освобождения от таможенных пошлин, преференции по налогам, предоставления государственных натурных грантов и инвестиционных субсидий. Целью информирования потенциальных инвесторов о существующих механизм поддержки проектов управлением совместно с Национальными институтами развития «Газнексом», «Киринатором» и другими регулярно проводятся встречи с предприятиями регионной и хозяйствующими субъектами. Между тем, в регионе завершается строительство железной дороги, участка в Жасказган-Саксоульское, Аркалык-Шубарколь. Аким области Нурмухамбет Абдюбеков поручил упростить для инвесторов сбор документов и их подготовку. Далее, управлению промышленности совместно с Акимами городов и районов и отраслевыми управлениями продолжить работу по поиску и реализации инвестиционных проектов. Управление промышленности и индустриально-инновационного развития продолжит работу по информированию предприятий и потенциальных инвесторов о возможности получения мер государственной поддержки. Для упрощения процедуры сбора и подготовки документов инвесторы могут воспользоваться услугами Центров обслуживания населения. Однако, несмотря на реализуемые мероприятия в части привлечения инвестиций, имеется необходимость активизации данной работы всеми городами, районами и областными управлениями. Аем Амрина, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Предстоящий 80-летний юбилей города Балхаш, итоги социально-экономического развития и бюджет города на следующий год. Эти вопросы были обсуждены в ходе рабочей поездки в Балхаш первого заместителя Акима Карагандинской области Асалбеку Дюсибаева. В ходе поездки первый заместитель Акима области ознакомился с ходом работ по реконструкции здания бывшего корпуса детской больницы, в котором запланировано разместить консультативно-диагностический центр. Ранее, в апреле текущего года Асалбек Дюсибаев при посещении старого здания дал поручение провести капитальный ремонт, что позволит принимать пациентов не только города Балхаш, а также поселка Саяк, города Приозерск, Шетского и Актогайского районов. Работы на данном объекте ведутся в рамках утвержденного графика и в настоящее время выполнены на 80%. Продолжая поездку, первый заместитель Акима области Асалбек Дюсибаев посетил дворец культуры имени Маоэн Хамзина, где был презентован проект благоустройства сквера дворца металлургов к 80-летнему юбилею города. Завершая рабочую поездку, Асалбек Дюсибаев провел совещание об удогах социально-экономического развития Балхаша за 9 месяцев и о бюджете на 2017 год. Подводя итоги, Асалбек Дюсибаев отметил, что к празднованию 80-летия Балхаша в следующем году будет проведена активная работа по ремонту автомобильных дорог. Также дано поручение рассмотреть возможность праздничного оформления города и благоустройства сквера перед дворцом культуры. Все поднятые в ходе поездки вопросы подлежат детальному изучению, по результатам которых будут приняты соответствующие решения. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Многие карагандинские торговые дома не соблюдают закон о языках. Многочисленные ошибки, рекламные вывески, не соответствующие языковым нормам, а также неправильный перевод. Все это выяснилось в ходе рейда по торговым домам Азия и Кайнар. Депутаты городского Маслихата в сопровождении профессионалов провели очередной рейд, на котором побывала и наша съемочная группа. Многие торговые дома не соблюдают закон о языках. В статье номер 21 под названием «Язык реквизитов и визуальной информации» прописано, что все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке. Слева и сверху – на государственном, справа или снизу – на русском языках. Пишутся одинаковыми по размеру буквами. Сегодня мы провели городской рейд по торговым домам и бутикам. Ошибки есть, но их обещали исправить. Мы выписали предупреждение, согласно которым предприниматели обязаны исправить нарушение в течение 10 дней. В ходе рейда неоднократно были замечены ошибки в надписях на рекламных счетах. При их обнаружении комиссия выписала предупреждение. Подобные рейды проводятся два раза в год. Всем, кому были сделаны предупреждения, обязались исправить ошибки в ближайшее время. Такие мероприятия, такие рейды, безусловно, полезны и приносят свои плоды. Потому что, как мы сегодня убедились в том, что еще достаточно много объявлений, которые не соответствуют ни правилам их размещения, ни контенту в части их написания. Нарушения идут, конечно, нашего законодательства. Но мы верим в то, что такие рейды приведут к положительным результатам. И у нас, в том числе и облик нашего города, будет соответствовать. И в том числе надписи будут соответствовать законодательству республики Казахстана. Проблема несоблюдения закона языках поднималась неоднократно. Если на этот раз на предупреждение не будет никакой реакции, то вопрос будет решаться через суд, заявили организаторы рейда. О сердце Замбаева, Жак Слык Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В областном краеведческом музее открылась уникальная выставка нумизматики частного коллекционера Серика Мустафина. Известный историк-политолог представил на суд зрителей более пяти тысяч разновидностей денежных банкнот, купюр и монет разных эпох и стран. Экспозиция посвящена 25-летию независимости страны и 20-летнему юбилею национальной валюты тенге. Самые элитные монеты Казахстана – это золотые монеты. Коллекционер Серик Мустафин собирает монеты и денежные банкноты на протяжении 30 лет. Впервые интерес к дизайну, форме и отличительным знаком денежных купюр у него появился еще в советское время. Первой монетой в его коллекции стала болгарская стотинка. Затем к ней прибавлялись рубли, тенге, юани, доллары, евро и другие экспонаты, рассказывающие историю с 14 по 21 века. Самой древней на выставке считается турецкая монета 1300 года. Она принадлежит эпохе Османской империи. И в честь независимости Казахстана 25-летия и Дня Тенге я предлагаю нашим землякам мою небольшую выставку как подарок в честь юбилея. Это успех моих родных, знакомых, детей, близких, друзей, которые мне всячески помогали в своих поездках и привозили мне небольшие сувениры. Нумизмат признается, у каждого экспоната своя история. Коллекция пополняется и по сей день. На выставку были отобраны самые редкие экземпляры. Поддержать коллекционера пришли его дети и внуки. Внучка Марьям рассказала, что очень гордится дедушкой и всячески старается помочь ему. Если я нахожу всякие монеты на улице, я ему даю, он говорит, из какой стороны, потом он их очищает и потом он вложит в свою коллекцию. Я его очень сильно люблю. Среди разновидностей национальной валюты, представленной на выставке, особенно бросаются в глаза коллекционные монеты. Они посвящены различным юбилейным датам страны и имеют неповторимый дизайн и рисунок. Всего в каталоге их более 150 видов. Их стоимость начинается от 10 тысяч и выше. Кроме, по-моему, он еще, кроме Тенге, он еще собирает марки, значки. Вот, даже с малых лет он собирает значки. Вроде более 500, а 5 тысяч у него значки. Это большая коллекция. Ценность коллекции, не во вложенных в нее деньгах, отмечает владелец экспозиции. Самое большое богатство – это история, которую должны знать и помнить наши дети. Выставка продлится две недели. Айем Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Формирование антикоррупционной культуры в казахстанском обществе – важнейшая задача всех государственных органов. Участники диалоговой площадки активно обсуждали различные проблемные вопросы, подробно останавливаясь на каждом примере. Как выяснилось, на сегодняшний день проблемы возникают из-за того, что не все граждане знают свои права и обязанности. К нам поступало очень много таких сообщений, что процедура отбора магистратуры вузы закрыта, непонятна, непозрачна. Есть этапы, когда решение принимает отдельная категория лица за закрытыми дверями, то это вызывает определенные вопросы и недовольство у граждан. В этой связи мы сформировали свои предложения и включили в план работы по антикоррупционному просвещению именно в вузах. Многие горожане заблуждаются во мнении, что сообщать о случаях коррупции бесполезно. Но сотрудники антикоррупционного департамента не согласны с данными выводами. Главная задача перед антикоррупционной бригадой является разъяснение прав граждан. Сказали, что все бесплатно, оставили свои данные и потом приходит сообщение. Вот, как для пример, меняют классик лохом в школе, собирают с нас по 5000 тенге. То есть, только вчера я пришел и сказал, что все бесплатно, а сейчас это такой факт. Градиционное собрание, вход бесплатный, выход платный. Да, нас собирали только для того, чтобы сообщить что-то. Упоминая сферу образования и подрастающее поколение, участники совещания отметили, что с раннего детства необходимо формировать антикоррупционную культуру. Главная роль здесь отведена семье и сфере образования. Каждый родитель, каждый учитель должны быть достойным примером для детей, помогать в выборе истинных ценностей. Асель Сазымбаев, Асламбеков, Пан Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Действующий чемпион высшей хоккейной лиги команда «Нефтяник» из Альметьевска прервал беспроигрышную серию «Сарарки». В сложнейшей борьбе карагандинские хоккеисты проиграли у себя дома со счетом 0-1. Сразу стоит отметить, что «Нефтяник» для «Сарарки» по итогам прошлого сезона стал принципиальным соперником, ведь именно хоккеисты из Альметьевска не дали карагандинцам выйти из полуфинала плей-офф. Кроме того, минувшим летом из «Сарарки» в «Нефтяник» перебрался голкипер Эдуард Рейзвих. Его-то и поставил в ворота главный тренер. Калитку карагандинцев защищал Георгий Гелашвили, имеющий серьезный опыт игры в КХЛ. Во многом именно благодаря надежной игре обоих стражей ворот зрители увидели за 60 минут встречи всего один гол. На протяжении двух периодов, несмотря на все старания обеих команд, забросить шайбу в ворота не удавалось никому. И лишь на пятой минуте третьего периода при игре в большинстве нападающий «Нефтяника» Максим Хапов забросил первую и единственную шайбу в ворота «Сарарки». Концовка встречи выдалась самой напряженной за весь матч. Меньше чем за две минуты до сирены гости остались в меньшинстве. Карагандинцы сменили вратаря и устроили мощнейший штурм. Но безрезультатно. 0-1 победа «Нефтяника». Да, наверное, по игре сказать соперник владел инициативой, наверное, на протяжении всей игры. Мы только эпизодами. И, наверное, больше мы сегодня играем в обороне. Очень много играли в меньшинстве. В принципе, где у нас не складывался оборона, исправлял наши ошибки в воротаре. Благодаря ребятам, что до конца бились, боролись, в принципе, непростая половина ситуация. Насчет владения инициативой со своим коллегой согласился главный тренер «Сарарки». Он также заявил, что карагандинские спортсмены допустили лишь одну ошибку в меньшинстве. Но эта ошибка стоила пропущенной шайбы. По самодаче, по игре, по самой, да, то есть, кроме одной ошибки в меньшинстве, ребятам благодарен, да. То есть, то, что до конца старались забить, но еще раз повторюсь, вратарь команды соперника сыграл на высоте, да, и к нашему тоже, в принципе, претензий нет. Следующую игру карагандинская «Сарарка» вновь приведет дома. 12 ноября на ледовой площадке «Караганда-арена» наши хоккеисты будут принимать команду «Барс» из Казани. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Сауголмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова